Финал Лиги КВН Сибирской генерирующей компании. На сцене сегодня чемпионы местного юмора всего 8 команд. Они приехали из Красноярска, Абакана, Белова и Барнаула, чтобы доказать, что именно их шутки способны размышлять любого. Посмотрим. Соклад вам принес. Кормили твой. Они шутят о своей зарплате и поливаются машинным маслом, но все равно со сцены громко заявляют. Свою работу ни на что не применяют. Это по будням они серьезные и ответственные энергетики, а вот по выходным талантливые актеры-юмористы, способные без труда размешить даже столичных гостей. Очень профессиональный, очень тонкий юмор. Причем юмор, который отражает в том числе и действительность какой-то в СГК. Поэтому некоторые шутки, возможно, понятны только сотрудникам, но в целом это блистательно. Кроме всего прочего, вот этот потенциал таланта, который есть в каждом человеке, вот этот конкурс КВН, он позволяет раскрыть, конечно. Именно КВН раскрыла актерские таланты в кладовщице цеха ТАИ Беловской ГРЭС Марине Гурьевой. В первый раз она решила сыграть ради забавы, а потом и сама не заметила, как породнилась со своей командой, сценой и зрительным залом. Марина уверена, для хорошей игры многого не надо, только отличное чувство юмора и любовь к тому, что делаешь. Эти условия быстро привели ее к успеху. На этот раз Марину признали лучшей актрисой. Готовились, да, лежа в ванне, прочитываешь свою роль по телефону, с детьми по скайпу разговариваешь, прочитываешь свою роль с режиссером. То есть вот это все постоянно в работе, то есть постоянно 24 часа в сутки, ты просыпаешься так, вот это вот так сказать, вот такое выражение лица, да, вот как Дима сказал, надо это все повторить. Ну, все, чтобы получилось по кайфу. А когда выходишь, уже играешь, все, уже кайф от игры, и там уже тебя несет просто. Удовольствие от игры удалось получить многим. Именно поэтому долгий спор жюри о первом месте однозначным ответом так и не закончился. Команда за 600 Беловской ГРЭС, 10 мегаватт Абаканского филиала СГК и Невнапряг Кузбасского филиала Энергохолдинга втроем заняли главный пьедестал. Так что в этой игре действительно победила дружба. Ну, а у лидеров появился новый стимул придумывать еще более искрометные шутки, чтобы в следующий раз уже ни с кем не делить свой кубок победителя. Юлия Мельхова, Константин Червяков, Новости моего города. Юлия Мельхова, Новости моего города.